Всем привет. Мы пытаемся записать очередной ролик о истории религии, часть третью. Я пытаюсь священное животное в качестве священного животного сохранить в поле съемки, но ничего не получается. Священное животное может потом придет. Словом, у нас на очереди история религии, часть третья. И посвятим мы его истории изучения Библии, конкретно Ветхого Завета. Сразу нужно извиниться за долгий перерыв, но ничего не поделаешь. У нас были входящие обстоятельства в связи с переездом из одного гнезда в другое гнездо. Соответственно, здесь мы вообще записываемся первый раз. В общем, у нас очередная проба пера. Надеюсь, теперь, когда мы уже утвердились в новой студии, все у нас пойдет чаще и более регулярно. Итак, история религии, часть третья. Изучение Библии. Сразу оговорюсь. Вот мы сейчас с вами уже на протяжении практически двух роликов занимаемся критикой религиозных текстов. Сейчас мы займемся критикой Библии. Нужно оговориться, что это научная критика Библии, а не критика в смысле отрицания чего-то. Библия, как и многие другие религиозные тексты древности, представляет из себя фундаментальнейший слепок сознания людей своего времени. В этом отношении это бесценный источник антропологии, который до нас изучали, нам необходимо изучать, я уверяю вас, еще в ближайшем тысячу лет изучать его будут, ибо там есть на что обратить внимание. Но тут нужно понять, что у нас есть две Библии. Первая Библия – это Библия как реальный источник, уведческий артефакт, к которому обращаемся мы с вами. И Библия как священный текст, то есть текст, который надиктован неким надмировым, внетелесным существом. И вот эту сторону мы вообще исследовать не можем в силу ее идеалистической природы. То есть если кому-то хочется верить в данное содержание, пускай верит, мы со всем уважением к этому отнесемся. Но если что-то один человек или группа людей написала в прошлом, другие люди имеют полное право это исследовать как материальный объект. Вот именно этим мы и займемся. Прежде всего, ну, вдруг кто-нибудь не знает, нужно напомнить, из чего Библия состоит. Во-первых, Библия – это у нас Ветхий Завет, Новый Завет. Сам термин «Библия» происходит от города Библос, где растили растения, из которых потом производили папирус. Собственно, так как Библия писалась на папирусах, вот такой у нее получился термин. Сама Библия состоит из Ветхий Завет, прошу прощения, сегодня мы будем говорить в основном о Ветхом Завете. Состоит из Торы, то есть пятикнижия, которые якобы написал Моисей, в которые включены книги «Бытие», «Исход», «Левит», «Числа» и «Второзаконие». Дальше начинаются книги «Невиим», то есть пророки, которые открывают книгу Иисуса Навина, потом следует книга «Судей». Первая, вторая, третья, четвертая книга – книги царств православной традиции. В иудейской традиции им соответствуют первая, вторая Самуилову книги, потом две книги царств. Книга Исаии, Эзекииля, Еремии. Дальше следует двенадцать так называемых «малых пророков» – Осия, Иоль, Амос, Авдей, Иона, Михей, Наум, Аввакум, Сафония, Агей, Захария и Малахия. Дальше следует раздел «Ктувим», то есть Писание. Это знаменитый псалтырь, который приписывается царю Иудеи Давиду. Притчи, книга Иова, «Песнь песней», книга Руфи, «Плач Еремии», «Экклезиаст», «Эсфири», «Даниил», книга Ездры и Немии. Соответственно, в иудейской традиции считается отдельной книгой первосвященника Ездры, отдельно Немии. Первые и вторые хроники. По-гречески – паралипоменон. У нас иногда называют книги летописей. Дальше идут неканонические книги, которые считаются духополезными, то есть их читать не вредно. Это книги Тавита, книги Юдифи, первая, вторая, третья, четвертая книги Маковеев. Маковеи – это те самые замечательные люди, которые происходят от армейского слова «маккаб», то есть «молот», которые возглавили и вообще инициировали восстание евреев против владычества. И, чертам говорить, «ига» эллинизированных греков. Дальше идут книга «Премудрости Соломона», книга «Премудрости Иисуса Сыда Сирахова», «Послание Ремии», «Солмы Соломона». Вот примерно так выглядит книга Библии, расположенная в библейской хронологии. Однако тут нужно понять одну вещь, что если мы говорим о божественном тексте, то божественный текст нам подается как нечто боговдохновенное, то есть сделанное сразу, в том виде, который мы знаем, и в идеальном виде. Об этом ярко свидетельствует легенда о Септуагинде, то есть переводе 70 толковников, переводчиков, которые для Птолемеев переводили Библию. Якобы привели 72 переводчика еврея, которые все были заперты отдельно друг от друга, и в течение одного и того же времени выполнили 72 переводы Библии с еврейского на греческий язык, которые совпали буквально дословно. Понятно, делает именно легенда, такого не бывает вообще никогда, но это говорит о идеальности текста, о его боговдохновенности и неизменности. Раз даже 72 независимы друг от друга человека, не советуясь друг с другом, смогли создать настолько слитное произведение, полностью дословно повторив друг друга. Ясно, что это не может быть так, о чем, впрочем, мы уже говорили. Но имеется в виду, что первая книга Моисея «Бытия», вслед за ним все перечисленные мной книги, значит, они создавались сначала книга «Бытия», потом все остальные, потом, например, книги Соломона, книги Соломона, прошу прощения, Самуила, и так далее, Осии, Амоса, Аввакума, значит, так это было написано. Однако уже в девятом веке нашей эры, естественно, кто больше всех исследовал Ветхий Завет? Там исследовали иудейские раввины, которые уже в девятом веке нашей эры обнаружили, что в Библии есть некие несоответствия, которые для бога вдохновенного, идеального текста, вообще, говоря, мягко, не к месту. Вот персидский еврей, философ Хиви Альбалхи, его так еще иногда называют Хиви Габалки, он написал манускрипт, где задал массу неудобных вопросов, чисто теоретического, идеалистического, я бы даже сказал, каббалистического свойства. Вот, например, зачем Бог расспрашивал о чем-то Адама и Еву? Ведь Бог же всеведущий, ему не нужно ни о чем расспрашивать. Собственное создание, он знает об этом все. Зная наперед, зачем Бог разрешил размножение заведомо грешных людей? Причем, в конце концов, этих грешных людей ему же пришлось всех убить, за исключением семьи Новя, а также тех животных, которых он отобрал твари-папари в свой ковчег. Зачем Богу жертвы, если он бестелесен спрашивал Ибн Балхи, прошу прощения, Альбалхи, и, например, в книге, в пяти книжах Моисея, как Моисей, будучи уже мертвым, смог описать собственные похороны? Все это довольно странно. В XI веке Ицхак Ибн Яшуш, придворный врач в Испании, указал, что список адамитянских царей из книги Бытия упоминает некоторые имена других царей, которые жили значительно позже Моисея. То есть, они не могли быть написаны во времена Моисея. Напомню, что Моисей традиционно считается жившим в XIII веке до н.э. И на рубеже XI-XII веков, уже н.э., испанский раввин Авраам Ибн Эзра, исследуя Библию, будучи, видимо, не в силах написать прямую ее критику, оставил в своей книге очень туманную шараду. Некое совершенно явно шифрованное высказывание, которое вообще положило начало подлинно научному материалистическому изучению Библии, которое началось в XVII столетии, в 1670 году, когда другой сын еврейского народа Борох Спиноза, более известный как Бенедикт Спиноза, написал свой богословско-политический трактат. Кстати говоря, отлично переведен на русский язык, все можете его найти и прочитать. Итак, слово Ибн Эзре и его шараде. Книга второзакония, точнее говоря, комментарий к книге второзакония. За Иорданом лишь только уразумеешь тайну XII, и Моисей написал также закон, и Хананенин тогда был на земле. На горе Божие будет открыто, поэтому также постиль его, постиль железная, тогда узнаешь истину. Это явно как-то бессмыслица, потому что ни одно предложение друг с другом никак не контактирует. И вот Спиноза первым обратил внимание на это туманное высказание, и попытался его расшифровать, что удалось ему с точки зрения логики вполне. За Иорданом, это первый пункт, за Иорданом второзаконие, книга второзакония, как мы, наверное, помним, открывается словами о том, что Моисей говорил всем израильтянам за Иорданом, вот буквально стих первой главы первой. И, конечно, имеется в виду восточный берег реки Иордан, тот, откуда израильтяне пришли, из которого переправились в Ханаан, то есть на западную сторону. Но так как Моисей, согласно Торе, не перешел Иордан, и умер на его восточном берегу, так и не войдя в землю обетованную, раз написано, что Моисей говорит за Иорданом, значит, сам писавший в это время уже находился по ту сторону Иордана. Вот почему Ебон Эзра иносказательно говорит за Иорданом. Второй пункт. Тайна двенадцати. Спиноза посчитал возможным расшифровать это место таким образом. В Библии часто упоминается то, что весь закон, который получил Моисей на горе Синай, был написан вокруг жертвенника, вокруг алтаря. И, как принято считать, он состоял из двенадцати камней, этот алтарь. Понятно, что на двенадцати камнях много не напишешь, тем более, что материал довольно грубый, соответственно, буковки будут довольно большие. Следовательно, Спиноза посчитал, что у Моисеев закон был гораздо меньше, чем сама Пятикнижие. Потому что Пятикнижие, ну это серьезная книга. Ее на двенадцати камушках не выбьешь, если только они не размером с Тетрилитон из Баальбека, где каждый камень около тысячи тонн весит. Значит, все Пятикнижие не может быть приписано одному Моисею. Третий пункт. И написал Моисей закон. Это цитата из той же книги Второзакония, глава тридцать первая, стих девятый. Это один из моментов, которые очень часто встречаются вообще в Пятикнижии Моисея. Моисей говорит о себе в третьем лице. Он должен был написать, я написал закон. Он должен говорить о себе в первом лице. Это один из случаев. На самом деле таких случаев там очень много, потому что повествование то от первого лица, то от третьего лица. А Спиноза решил, что это не риторический прием, а это некто, позже Моисея, описывавший времена Моисея. Четвертый пункт. Хананенин тогда был на земле. Это опять же, из стата из Бытия, глава двенадцатая, стих шестой. Если сказано, что тогда был Хананенин в этой земле, значит, имеется в виду, что теперь его там нет. Это логично. То есть, он там был, теперь его нет. А Хананенин были изгнаны из земли Абетаванна евреями, судя по Библии. Уже после смерти Моисея. Следовательно, это опять не мог написать Моисей. То есть, даже книга Бытия, первая, казалось бы, бесспорная, произведение Моисея не может быть им написано. Дальше идет довольно пространное рассуждение о горе Божьей. Это тоже из книги Бытия, глава двенадцатая, стих четырнадцатый, о горе Мария, Мория. Но название это гора получила только после того, как на ней было решено воздвигнуть храм, то есть, во времена царя Соломона. То есть, прямо скажем, вряд ли это могло быть сказано Моисеем. И постель его, постель железная. Это опять же цитата из книги Второзакония, глава третий, стих одиннадцатый. Там говорит, что евреи во главе с Моисеем победили царя в Асании Ога. И там сказано, что Одр, то есть кровать побежденного царя, вот Одр его, Одр железный. И теперь в Равве у сынов Омоновых. То есть, все это говорит о том, что, опять же, не мог Моисей этих слов написать. Спиноза указал на некоторые топонимические несоответствия в Библии. Например, известная история о том, как Авраам преследовал врага до города Дан, что описано в Бытии, глава четырнадцатая, стих четырнадцатый. Однако, в Библии же, в более поздней книге Судей, мы узнаем, что колено Давыдова разгромило город Лаис. И только потом на его месте построило город, который получил название Дан. Это в книге Судей Израилевых описано, глава восемнадцатая, стих двадцать 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 девятый. Во второй книге Самуила царь Давид берет город Раббат, или Рава, который принадлежал племени Аманитян. Найти Одр того самого царя Ога евреи могли в Равве только после завоевания этого самого города. Значит, ссылка второзакония на то, что Одр находится в Раббате, может относиться не к временам Моисея, а к значительно более поздним временам. Общий вывод Спиноза такой, процитируем, из всего этого яснее дневного света видно, что пяти книжек было написано не Моисеем, но другим, кто жил много веков спустя после него. Это можно посмотреть Бенедикте Спинозу, избранные произведения, тома второй, Москва, 1957 год, страница 130-я, 131-я. Далее Бенедикте Спинозу не успокоился и продолжил критиковать все последующие библейские книги. Он пришел к несколько неверным выводам, говоря, что на самом деле, скорее всего, это был один человек, который на основании некоторых источников написал сквозную историю Израиля, вплоть до уничтожения первого храма. И Спиноза считал, что, скорее всего, это был первосвященник Ездора, которому он принадлежит одна из позднейших книг Ветхого Завета. То есть, вся хронология написания Ветхого Завета благодаря усилиям Спиноза начала расползаться буквально на глазах. Кстати говоря, Спиноза серьезно пострадал за этот самый свой богословско-политический трактат, потому что его не предела, прямо скажем, ни еврейская общественность, ни иудейская общественность, ни, естественно, христианская общественность. И Спинозе пришлось не сладко. И это, при том, что это не 14-й век и не 12-й век с его господством инквизиции, это вполне себе просвещенная вторая половина 17-го века в время крайнего секуляризма. Однако нет. Выводы Спиноза смог подхватить в 1711 году лютеранин, пастор, духовное лицо Виттер из Хильдесхайма, который сделал первое, точнее, прошу прощения, не первое, который сделал следующее очень важное наблюдение библейской критики. Он, обращаясь к оригиналу, а не к переводу, обратил внимание, что в некоторых местах Библии, вот буквально начиная с книги Бытия, Бога зовут именем Вяхве, то есть то, что неправильно долгое время транслитерировалось, как Егова, а в других местах, как Элохим. Но это удивительно, в то время наблюдения и выводы Виттера остались невостребованными, а между прочим наблюдения очень интересные, потому что Элохим это множественное число, как мы говорили в первом ролике. То есть не Бог, а Боги, потому что единственное число это будет Эл или Элох. Им это приставка множественного числа. То есть получается, что первая строка книги Бытия сообщает нам буквально, что Боги сотворили небо и землю. В 1735 году французский биолог, естественный испытатель, врач Жанн Астрюк это наблюдение использовал и развил, написав книгу предположение о тех самостоятельных источниках, какими, по-видимому, пользовался Моисей для составления книги Бытия. Астрюк обратил внимание на то, что со второй по пятую главу Бытия к Богу применяется термин Яхве. В первой главе Элохим или Яхве Элохим, то есть двойное поименование. А потом вплоть до шестой главы Яхве пропадает и появляется вновь только во второй половине шестой главы. То есть если мы примем во внимание различия в имени Бога, то есть вообще-то вещь, прямо скажем, не случайная, потому что Бог Вседержитель это центральный персонаж всей Библии, его нельзя называть как попало, каждое его поименование, каждый термин, который к нему применяется, крайне важен. Так вот можно предположить, и Астрюк это сделал, что вообще весь текст это не просто разное, как вы сейчас сказали, рандомное употребление разных имен к одному Богу, а это механическое слияние двух разных источников, в котором первым из них Бог назывался Элохим, а в другом Яхве. Кроме того, имея в виду некоторые нецуразности, нестыковки в Библии, Астрюк смог насчитать до десятка дополнительных более мелких и незначительных источников. Уже в начале 19 века его выводы подхватил и развил Вильгельм Мартин Лебрэфт де Ветте, тоже протестантский богослов, который отметил для современного человека вполне понятный момент в Библии, а именно первосвященник Хелкия для царя Оси нашел некую книгу закона. Де Ветте считал книгу второзаконием. И вот именно он обратил внимание, что только второзаконие предписывает высокий уровень централизации культа и разнообразные мероприятия в отношении культов соперничающих языческих. Де Ветте решил, что именно второзаконие была книга и закона, которую случайно совершенно нашел первосвященник Хелкия во времена царя Осии. Якобы он нашел ее в храме, принес ее царю, ну а Де Ветте, который был глубоко знаком с практикой отправления богослужения в Иерусалимском храме, заметил, что никакой случайной находки там быть не могло, потому что первосвященник вынес книгу из святая святых, а в святая святых никакие посторонние предметы находиться не могли. Все же там находится строго регламентировано, вот буквально до последней запятой. Поэтому предположить, что в святая святых как там сто с лишним лет и может быть больше, а может быть еще больше находился какой-то посторонний свиток, а книга в то время понятно выглядела не как наша знакомая книга в виде нескольких брошуров на тетради. А это были здоровенные массивные свитки, насаженные на деревянный стержень. То есть прятать такую штуку вместе, где вообще не может быть посторонних предметов, тем более книгу, было невозможно. И поэтому по мнению Ветте именно первосвященник Хелки во времена Осии и написал это самое второзаконие. Таким образом можно довольно точно датировать обретение данной книги. Это 621 год до нашей эры, то есть 7 век. И вот отсюда началось более-менее точное, по крайней мере попытки более-менее точного датирования остальных книг пятикнижей и вообще Ветского Завета. Кстати говоря, сразу оговоримся, что более-менее точных датировок конечно всем книгам приделать не удается, хотя работы по этому поводу ведутся уже 200 лет. В 1830 году Вильгельм Фатки немец опубликовал свои мысли, которые говорили о том, что вообще вся датировка закона иудейской традиции неправильная, ложная, навязанная более поздним компилятором Библии. Все книги пророков, которые появились после Второзакония вообще ничего не говорят о таком судьбоносном и предельно важном обретении как единый для всего израильского народа закон, хотя должны были бы обратить на это внимание. То есть, книга Второзакония есть в конце пятикнижей, но последующие события и описания однозначно говорят о том, что иудеи не знали о существовании этого закона, не выполняли его, ну или по крайней мере очень грубо нарушали и при этом опять же никаких ссылок на его существование. И такая ситуация до появления книги Иеремии, то есть в шестом веке до нашей эры. То есть, казалось бы, логично предположить, что Второзакония не знали, то есть единый закон не существовал для всего израильского народа в смысле религиозного предписания до седьмого века. И вот уже после этого, что двадцать первый год, то конец, почти конец седьмого века и уже с шестого века начинается совершенно другая история. О том же рассуждал критик Библии Ройс. Кстати говоря, судьба Ройс тоже показательна. Он был очень плодовитый педагог, оставил массу учеников, но опубликовать свои выводы так и не осмелился, опасаясь преследований. И, как выяснилось, не зря опасаясь. Хотя это уже даже не семнадцатый век, а девятнадцатый. Так вот, ученики. Ученики это такой же результат научной деятельности, научно-педагогической деятельности, как, собственно, сама книга. Абрахам Кюнин, Отто Кайзер и Карл Генрих Граф в 1860-е в 1860-е годы весьма основательно рассуждали о позднем происхождении иудейского закона, то есть со временем обретения второзакония. То есть это все происходило где-то не ранее лавилонского плена. Они же говорили о более позднем происхождении многих книг Библии. Германский исследователь Герман Гупфельд выделил в круге источников, которым пользовались авторы Библии не просто ту книгу, которая использует имя Элохим и ту книгу, которая использует имя Яха, как разные книги. Он в составе книг о Элохим выделил два, старшую и младшую. Тут же нужно сказать, что у библейской критики принято условное обозначение. Книга об Элохиме называется Элохист, о Яхве Яхвист. Тут же нужно сказать о Жреческом кодексе, о нем речь позже. Его по-немецки называют Пристер-кодекс. Понятно. Первыми последовательными критиками Библии почему-то оказались именно в основном немцы, не считая Жанна Австрюка и Бенедикта Спиноза, которые были не совсем немцы. Так вот, Герман Гупфельд выделил два Элохиста, старший и младший. А вот уже граф, о котором мы говорили, развил эти выкладки и убедительно доказал, что на самом деле то, что Гупфельд считал старшим элохистом, на самом деле оказывается младшим элохистом, то есть возникшим позже, после пленения еврейского народа вавилонянами. Кстати говоря, по поводу пленения тут тоже нужно сказать несколько слов и остановиться на этом подробно. Какой именно еврейский народ, когда именно и кто именно пленил, это не вполне однозначная информация, если опираться только на Библию, но об этом гораздо позже, когда мы будем говорить о происхождении самих библейских книг предметно. Это уже у нас будет четвертый ролик. Вот в 1844 году в Германии родился в будущем блестящий критик Библии Юлиус Вельгаузен, который получил высшее образование в Готингенском университете и оказался весьма результативным и плодовитым востоковедом и исследователем Библии. Кстати говоря, за свои выкладки он таки тоже, как Бенедикт Пиноза, поплатился. Так вот, Юлиус Вельгаузен это личность, которую нельзя переоценить, говоря о критике библейских текстов. В общем, сейчас, наверное, весь корпус рассуждений, как критикующих Библию, так, наоборот, отстаивающих ее справедливую нынешнюю хронологию, так и нечто держащееся посередине, так или иначе отталкиваются от текстологии и критики Юлиуса Вельгаузена. В общем, если вы заинтересуетесь глубоко этим вопросом, то к этому первоисточнику тоже было бы неплохо присоединиться, потому что, если мы говорим о книге Спинозе, все-таки это 17 век, это лишь начало библейской критики, она, в общем, к ознакомлению интересна, но не совсем обязательна, эта книга. А вот Вельгаузена в «Видение в историю Израиля», опять же, если вы хотите глубоко погрузить этот вопрос, нужно прочитать. Книга, хотя и большая, но очень интересная. Так вот, Вельгаузен оказался атеистом. в «Видении в историю Израиля» он очень убедительно и развернуто критиковал как библейскую хронологию, так и сами библейские тексты. За что, после публикации «Истории Израиля», его лишили профессорского звания и кафедры. Вот так, всего лишь. Это к вопросу о том, что религия, церковь, не враг науки, а наоборот, верный союзник. Вот Юлиус Вельгаузен вместе с Бенедиктом Борохом Спинозе могли бы вам кое-что рассказать об этом. Кстати говоря, и вместе с Ройсом, только он оказался немножко политически сообразительнее. Поэтому не пострадал. А вот Вельгаузен пострадал. Кстати говоря, он, будучи уволенным с кафедры теологии, стал преподавать восточные языки, которых блестяще, естественно, знал. И только уже ближе к концу жизни он смог восстановиться в профессорском звании. То есть его ведение в историю Израиля стало для него таким переломным моментом в карьере, причем переломным в худшую сторону. Итак, Вельгаузен говорил, что в Ветхом Завете вот повествование о патриархах, то есть отцах-основателях, о выходе евреев из египетского плена, о их турне по пустыне. завоевании Палестины, перехода Иордана, на чем заканчивается Пятикнижие, и завоевание Ханаана, о чем говорится в следующих книгах, в книге Иисуса Навина. Вот это все единое повествование, имеющее единый логический стержень. Поэтому именно Вельгаузен первым стал говорить не о Пятикнижии Моисея, а о реальном Шестикнижии, которое заканчивается не второзаконием, а книгой Иисуса Навина. В чем Иисусу Навина, естественно, в Кавыспех, потому что это было написано гораздо позже жизни некоего человека, которого, возможно, в самом деле звали Иисус Навин. Потому что это где-то около тысячных годов до нашей эры, а основной корпус библейских книг появился значительно позже. Как и те, кто был до него, Вельгаузен выделял второзаконие в качестве первой специально написанной, скажем так, книги, которая открывается целенаправленно создание библейских текстов. Понятно, что были несколько более ранние источники, так вот уделяются собственно эти источники. Как писал Вельгаузен? Да, основным источником этих книжек он называл элхиз, то есть то, чем открывается книга Бытия. Слово Вельгаузен. Это часть шести книжек характеризуется склонностью к числу, к мере, к схематизму застывшего педальтическому языку постоянным повторением одних и тех же выражений и оборотов, которые почти не встречаются в древнейшем еврейском языке. Благодаря этим выраженным характеристическим чертам ее можно очень легко и без ошибки узнать. Перевод был сделан и выпущен в 1909 году введение в историю израиля ст. 5. В основной источник, на основании которого создавалось пятикнижие, Вельгаузен включал книгу Левита, значительную часть книги чисел, а также несколько глав из Бытия и Исхода. И по содержанию эта часть Танахи это в основном некие довольно сухие законодательные тексты, которые относятся как к уголовному правовому регулированию жизни, так и собственно к религиозному правовому регулированию, очень подробному описанию как нужно сделать ковчег завета, как сделать скини, то есть шатер, в котором осуществлялись богослужения до образования храма, как делать, как отправлять собственно сами богослужения. Именно к этому основному источнику, к начальному корпусу библейских текстов Вельгаузен применил название Пристар-кодекс, то есть Жреческий кодекс, который являлся неким служебным текстом для жрецов. Обычно если вы столкнетесь с развернутой библейской критикой, углубленной его, обычно называют просто буквой П, то есть первые буквы слов Пристар-кодекс. Кстати говоря, наш советский исследователь Никольский выявил, что именно Пристар-кодекс, Жреческий кодекс это 75% всей повествовательной части повествовательного содержания Ветхого Завета, а 25% ну примерно конечно 75-25 это довольно условные цифры, неточные, а остальные 25% это некие связующие логические связки, которые были сделаны для более складного повествования. Так вот церковное учение говорит нам, что Жреческий кодекс, точнее говоря, части Библии, в которых содержится Жреческий кодекс, это нечто происходящее и относящееся от наиболее ранней истории иудеев. То есть сперва и христианские богословы, и иудейские богословы говорят нам о Моисее, который дал евреям закон, полученный персонально от Бога и обязательный с тех пор к исполнению во все времена. И именно благодаря получению этого закона израильский народ состоялся как израильский народ и более того сыграл огромную роль во всей мировой истории. То есть если это так, евреи получили Жреческий кодекс в 13 веке до нашей эры. Вильгаузен это обстоятельство критиковал на по-настоящему огромном историческом материале. И вывод его был однозначен. Жреческий кодекс появляется не в 13 веке, вопреки мнению и христианских богословов, и иудейских богословов, а гораздо позже. Вильгаузен вопрошает, что Жреческий кодекс, будь он известен евреям аж во времена Моисеева в 13 веке, то и книги судей. А это кто были? Это были правители, по сути дела, еврейского народа, которые обязаны были этот закон знать. И как минимум было бы странно, если бы они его не знали. И в книге царств, точнее в книгах, прошу прощения, царств, и в книгах пророков его предписания однозначно упоминались бы. И основной быт иудейского израильского народа в обязательном порядке должен был бы соответствовать этим уважением хотя бы в основной конве. Отступления должны были быть спорадическими, но вообще-то описанные книги в основном рассказывают нам о том, что евреи занимаются черт знает чем, а не исполнением этого самого закона. Спрашиваются, что это за закон такой, если вообще никто не исполняет. типа закона Российской Федерации казалось бы, так не бывает в религии. То есть, это значит, что, кстати говоря, это развитие идей еще Жанна Астрюка и Деветте, что не знали евреи во времена судей и во времена пророков о законе, едином законе. Например, у древних евреев отправление религиозных культов, кстати говоря, и богу Яхве или Елухиму, как ни назови его, происходило по всей стране. Централизация культа в едином храме это очень позднее явление. Кстати говоря, археология нам однозначно показывает следы таких мест отправления культа. А вслед за археологией поспевает лингвистика, которая прямо на современной карте может вам показать массу мест связанных как с местами древнего отправления культа, так и с местами, которые поименованы именами неких богов, которые не являются богом Яхве. Потому что буквально любое место в Палестине, которое заканчивается на Эль, Бет-Эль, например, Бет-Эль это дом бога. Какого бога? Масса названий на Баль. То есть Бал, то есть господин. То есть это то, как именовались любые боги вообще. Так вот, богослужения существовались на горах, холмах, около или в их священных рощах. Это все происходило до построения Иерусалимского храма и после этого. потому что народные верования, народные предания никуда не делись так просто, несмотря на репрессии. Так вот, Вильгаузен говорит о том, что в Яхвесте, то есть части, повторюсь, части, которые называют бога именем Яхве, о централизации слова нет. Как раз там описана вся вышесказанная множественность жертвенников и пунктов отправления религиозных нужд. И это вроде бы даже не вызывает некоего отторжения у автора или автора. Именно поэтому Вильгаузен логично считал именно Яхвест самым древним элементом уже не пятикнижей, а шестикнижей. И только во второзаконии нам говорится о жестком требовании единства места богослужения. Начинается гонение, уничтожение святилищ, жертвенников, священных рощ. Ну а жреческий кодекс вроде бы описывает нам единое место богослужения и вроде бы это нечто само собой разумеющееся. То есть что-то, что не требует даже специальных оговорок. А значит жреческий кодекс, из которого по выкладкам Никольского на 75% состоит начальные пять книг Библии, то есть бытие, это вещь очень поздняя, возникшая логично, после обретения второзакония. То есть, если второзаконие появилось в 621 году, вся остальная часть пятикнижей более поздняя. И Вильгаузен подтверждает это массой материалов, массой примеров. Начать с праздников, которые устанавливает Пристар-кодекс. Они явно более позднего происхождения, чем те празднества, о которых говорит Яхрист и второзаконие. То же самое об организации клира, как бы мы сказали, в православии, то есть духовенству. На самом деле, если мы говорим о 13-м, да и 12-м, и 11-м, и 10-м веке, евреи просто не знали какого-то отдельного духовенства, которое было бы отделено от мирян. Потому что, если кому-то нужно было помолиться или принести жертву, или и помолиться, и принести жертву, например, для того, чтобы супруга удачно разрешилось от бремени. Или, например, чтобы был хороший приплод у Атара-овец. Так человек сам мог всегда это сделать. Что, кстати говоря, даже в Библии описывается. Потому что Авраам не был первосвященником, он не был судьей, однако жертву он приносил самостоятельно. И у нас в служебническом кодексе говорится о первосвященниках и жрецах. Даже у нас нет такого ни в книге судей, ни в книге царств. Понятно, что это следы несколько более позднего, уже оседлого существования еврейского народа, но там роль жреца вполне могли играть, например, цари. Вот так вот, о роли первосвященника даже в книгах судей не сказано. А именно из этого следует, что жреческий кодекс появляется позднее тех книг, которые легли в основу книги судей царств. Жреческий кодекс вообще это такой компендиум, состоящий из огромного количества различных обрядов, очень сложного молитвенного ритуала и богослужебных церемоний. Невозможно представить, чтобы такой объем ритуального отправления появился бы сразу, раньше всего. Он совершенно однозначно и более того не мог быть отправляем во время кочевой жизни евреев, а они же были кочевники изначально. То есть просто в пустыне, в скинии, в шатре такое богослужение отправить невозможно. Это говорит о том, что уже был храм. А значит, повторюсь, это говорит о довольно позднем появлении Жреческого кодекса, а значит, и всего пяти книжек. Вильгаузен обратил внимание и на последующие после пяти или по его выкладкам шести книжек книги. Он выяснил, обращаясь и к еврейскому оригиналу Библии, и к греческому переводу, встречая их, что очень многие книги, которые следуют за шестикнижием, подверглись обработке согласно установлениям этого самого шестикнижия, которое появилось, повторюсь, позже. На относительно ранних книгах, например, книгах, четырех книгах царств, однозначно прослеживается по Вильгаузену отпечаток требований второзакония. И даже более поздний Паралейпоменон, то есть книга хроники, они все обработаны в духе требований жреческого кодекса. То есть жреческий кодекс это окончательная, наверное, или одна из окончательных, одна из наиболее поздних ступеней формирования религии иудеев. Но согласно доказательствам Деветта, кстати говоря, которые до сих пор никто не смог аргументированно опровергнуть, второзаконие появляется в 621 году. А когда же формируется вообще жреческий кодекс? Вообще очень странно кодификация, причем настолько подробная кодификация закона. Потому что в относительно примитивных древних народах, когда все знания так или иначе передаются из уст в уста от отца к сыну или к внуку, это секреты мастерства, которые вообще обычно не записывают или записывают крайне фрагментарно или в неком шифрованном виде, потому что это служебная тайна, ее нельзя распространять. Значит, должно произойти нечто, что заставило записать весь этот сложный устав, просто чтобы он не пропал. Это значит, что был некий мощный социальный сдвиг. Его найти очень легко, пользуясь бритвой Оккома, чтобы не создавать лишних сущностей сверхнеобходимого, мы увидим, что в 586 году до нашей эры, всего лишь через 35-35 лет после появления второзакония, точнее, после его обретения во времена царя Осии, но выход Аносар, царь Вавилона, взял Иерусалим и угнал городскую верхушку и ремесленную верхушку, ремесленное население Иерусалима в Вавилон. И вот именно там, так как жрецы, может быть не все, но почти все оказались в плену и появился жреческий кодекс, потому что в плену конечно, евреи прямо скажем не находились в нацистском концлагере, но все равно это не дома, то есть была опасность, что установление закона просто исчезнут или будут переиначены, что нельзя было допустить, и именно там этот жреческий кодекс начал формироваться, а с чем евреи и жрецы, как наиболее образованная часть, столкнулись-то в плену, они столкнулись с совершенно гигантской культурой месту речи и теми культурами, которые впитывали вавилоняне во время своей торговой, военной экспансии, они столкнулись с совершенно новой развитой философией, потому что Вавилон, прошу прощения, стоял на неизмеримо более высокой ступени материального развития, чем еврейские царства. Я подчеркиваю, не царство, а царства. Их было два. И, естественно, следы настолько мощного культурного воздействия, просто не могли не оказаться в писаниях кодекса. И, судя по всему, они там оказались. Видимо, одним из первых, кто мог обратиться к кодификации установлений, был знаменитый пророк Иезекииль, в книге именно которого описан ритуал, который был построен вокруг Иерусалимского храма. Вместе с Иезекиильем трудилась группа жрецов, группа священников. Но потом, как мы знаем, буквально через некоторое время, через, прямо скажем, недолгое время, Вавилон пал под ударами Кира Великого, под ударами персов, и евреи вернулись на родину. И вот именно там Жреческий кодекс нашел свое подлинное выражение, потому что, как мы знаем, настоящего царя в Иудее больше не было никогда, а основную скрипку стали играть первосвященники. То есть, люди, которые управляли храмом, вокруг которого строилась вообще вся духовная, интеллектуальная, да и хозяйственная жизнь царства Иудейского. И поэтому вот тут-то именно кодифицированный закон оказался более чем к месту. Кстати говоря, Спиноза указывал на возможного автора, или по крайней мере редактора эти книжи на первосвященника Ездеру. Но если Спиноза только догадывался, будучи не в состоянии аргументировать свои выкладки, Вильгаузен, как мне кажется, достаточно веско смог это обосновать. И вот оказывается, что далеко не все от пяти или правильнее шести книжи происходит из времени ранее седьмого века до нашей эры. Если второзаконие датируется 621 годом, а значительная часть Реческого кодекса временами до 440-х годов, то есть сильно позже, чем привычно датирует церковь пяти книжей. И вот все эти выкладки, которые так или иначе до сих пор формируют корпус критики библейских текстов, получили неожиданно мощное подспорье. Это, конечно, в первую очередь археология, потому что именно в 19 веке, во второй половине 19 века археология вообще начала во многих исторических областях говорить своверское слово и не миновала сияучесть и библейскую критику. Остин Генри Леяр и итальянец это понятное дело англичанин и итальянец Павло Эмилиано Ботта сделали замечательное открытие в середине 19 века. Они раскопали Осирийский дворец царя Синахириба, который правил в 705-м в 680-х годах до нашей эры. И там была найдена гигантская библиотека клинописных глиняных табличек. Их собирал царь Ашур Абонапал внук Синахириба до 633-го если быть точным года нашей эры. Таблички оказались в лондонском британском национальном музее. Их очень долго пытались расшифровать, но неожиданно эта работа принесла успех. Джордж Смит сотрудник музея сделал первую расшифровку. И результаты на самом деле оказались поразительными. В 872-м году во время работы с библиотекой табличек Смит обнаружил некий обломок на котором был такой текст «К горе Низир причалил корабль гора Низир задержала корабль и не давала ему качаться наступил седьмой день я выпустил голубя голубь полетел и вернулся он не нашел себе места сухого и потому вернулся Смит как образованный человек читавший библию конечно однозначно узнал в этом месте сказание о всемирном потопе и о том как Ной искал сушу при помощи выпускателей как раз голубя конечно Смит принялся искать некие подобия и точных подобий найти не удалось но зато удалось найти некоторые другие фрагменты все это оказалось оказались части древнейшего сиро-бавилонского сказания эпоса о Гильгамеше который сейчас более-менее известен все повествование которое досталось Смиту это 12 таблиц из них 11 посвящена всемирному потопу и там имеется душесчипательный душераздирающий даже рассказ праведника прототипа Ноя или может быть его коллеги не знаю Одна Пештима который буквально следующее Гильгамешу повествует произвести потоп решило сердце великих богов Эа владыка премудрости был с ними и поведал их решение дому сплетенного из тростника дом дом стена стена слушай внимай ты человек из Шурипакка сын Убуртутту строй дом сооружай корабль брось богатство ищи жизни возненавидь имущество и сохрани жизнь возьми в корабль семена жизни всякого рода корабль который должен построить должен иметь определенные размеры дальше следует рассказ о том как строился ковчег и вот Напиштим продолжает все что у меня было в серебре внес я туда все что у меня было в золоте внес я туда все что у меня было в виде семян и жизни всякого рода ввел я туда потом ввел туда семейство мое и близких а также полевой скот зверей и ремесленников вот так интересно зверей и ремесленников ну и дальше идет о речи о страшном ливне который за 7 дней затопил буквально всю землю ну и вот Напиштим в конце концов выпустил беспилотный летательный аппарат в виде голубя он сушу не нашел потом ласточка тоже сушу не нашла а вот ворона улетела и не вернулась хитрая ворона нашла сушу и так вот Напиштим нашел в итоге землю принес жертву богам и они вдохнув ароматы замечательные ароматы горелого жира растаяли и обещали больше никогда людей вот так вот из солида земли не изводить конечно есть расхождение с библейским текстом но основа у них однозначно одна и та же и вот таблички-то о Гильгамеше датируются более-менее точно и происхождение легенды о Гильгамеше это третье тысячелетие до нашей эры при том что на табличках вавилоняне были ужасные бюрократы есть пометка что это копия с оригинала более раннего времени Вильгаузен предполагал что жреческий кодекс который составлялся в вавилонском плену так или иначе как мы уже говорили имеет постороннее вавилонское влияние так не списана ли легенда а потопина прямой вавилонских легенд но в Яхвесте тоже есть упоминание о потопе которое относится к несколько более ранним временам но это конечно объясняется не пленением вавилонским а общей культурной диффузией вообще в том регионе потому что племена в общем довольно родственные так или иначе общались и конечно корпус исходных легенд и мифов у них однозначно был если не один и тот же то очень схожий ну кроме легенды о потопе Смит обнаружил и потом его последователи обнаружили массу других заимствований например среди библиотеки Ашура Баннипала найден цилиндр очень интересный в центре изображено дерево по одну сторону мужская фигура по другую женская а сзади всего честного коллектива поднимается змея а мужчина и женщина пытаются сорвать дерево найти плоды то есть тут даже самый невнимательный человек опознает легенду о Адаме и Еве и их похождения в Эдемском саду то есть задолго до появления любой письменности у евреев эта легенда уже существовала в Асиро в Вавилонском круге дальше Смит расшифровал легенду об Акадском царе Саргоне первом это 24 век до нашей эры это значительно раньше чем даже легендарный Моисей в 13 веке до нашей эры и вот что Саргон говорит сам о себе говорит зачала меня моя бедная мать в тайне родила меня положила в тростниковую корзину запечатала меня смолой и отдала меня реке тогда подняла меня река и принесла меня к Акке водоносу Акке водонос поднял меня взял меня в сыновья и воспитал меня вот то же самое как мы знаем в Библии рассказывается о младенчестве рождении и воспитании Моисея но единственное что это все происходит в Египте вот и находит Моисей не какой-нибудь там водонос пролетарский а лично египетская тарица вот так карьера у парня сразу сдалась буквально с самого начала кстати говоря по поводу египетского пределья археология могла бы сказать но не сказала нам ни одного слова потому что следов пребывания семитов израильтян в Египте не обнаружено то есть конечно мы не можем сказать что оно не будет обнаружено в дальнейшем но на настоящий момент у нас нет ни одного археологического свидетельства о длительном пребывании значительных масс еврейского населения в Египте и у нас нет ни одного синхронного египетского источника который упоминал бы о пленении целого народа угоня его в рабство а потом драматическом бегстве этого самого народа из рабства в 1901 году в Персии около города Сузы нашли здоровенный каменный стол на котором все той же клинописью были начертаны законы кого бы думали конечно же хамурапи первый писанный закон в истории по крайней мере этой части полушария это 792-750 годы нашей эры 3500 строк 247 статей и вот мы знаем точно что в библиотеке Ашура Бонапала также есть отрывки из законов камурапи которые очень удачно восполняют пробелы и утраты на столбе камурапи когда мы читаем эти законы благо переведены и исследованы они довольно надежно мы получаем удивительные сличения для критики библейских текстов оказывается что общий характер законов камурапи чрезвычайно схож с классическим библейским законодательством отраженным в пяти книжей то есть и око за око зуб за зуб там задерживается и там санкционируется и прямо благословляется убийство застегнуто на месте преступления вора взломщика и если раб отслужил свой срок его полагается отпускать на волю и так далее и тому подобное масса совпадений ну и конечно на столбе изображен сам хамурапи который получает скрижали закона из рук бога Шамаша точно так же как Моисей в свое время на горе Синай получил этот закон то ли от Яхвы то ли от Эллахима а может быть сразу от Яхвы Эллахима однако хамурапи как мы только что выяснили это восемнадцатый век нашей эры а вроде бы церковное законодательство которое Моисей получил он получил в тринадцатом веке до нашей эры то есть через пятьсот лет после этого надо понимать что боги в данном регионе были весьма продуктивны на трансляцию законодательства своим последователям дальнейшая дешифровка осиро-вавилонских клинописей привела к тому что наука получила массу текстов которые по содержанию а иногда и текстуально очень сходны с псалмами то есть то что приписывается царю Давиду оказывается это очень старые псалмы кстати говоря наш исследователь советский Никольский блестяще исследовал псалмы однозначно доказал что они имеют очень-очень древнюю природу и по факту это очень древние магические песнопения которые собственно не имеют отношения непосредственного к идти на Божию восхвалению какого-то единого Бога и так далее по факту это древние магические шаманские песни я прикрепил ссылку на его работу сами сможете прочитать она довольно длинная и очень интересная обнаружение огромного количества пересечений между Ветхим Заветом и гораздо более древними асиро-вавилонскими текстами на историков произвело конечно же неизгладимое впечатление а также неизгладимое впечатление это произвело на церковную общественность которые занимаются теологией богословием вот Фридрих Делич это очень крупный специалист по древнему востоку немец написал замечательную книгу изданную кстати говоря в 1912 году в Санкт-Петербурге называется книга просто Бабель и Бибель то есть Вавилон и Библия он сопоставлял асиро-вавилонские тексты Ветхий Завет и написал буквально следующее как все одинаково в Библии и Вавилоне и там и здесь стремление символизировать слова пояснять их действиями представлениями о божестве подобно тому как в Вавилоне боги едят и пьют и придаются отдыху так и Якова точнее Якова пользуясь вечерней прокладой прогуливается в район и наслаждается приятным запахом жертвы ноя и спрашивает Валаама а кто в гости которых тот принимал и здесь и там мир чудес знамений непрерывных откровений божества человеку во время его сна и так в Ветхом Завете Якова говорит с Моисеем о родном и пророком так и вавилонские боги разговаривают с людьми непосредственно или через жрецов богов дохновенных пророков и пророчиц кстати говоря очень интересно Делич читал свои лекции непосредственно императору Вильгельму второму ему и его придворным говорят Вильгельм второй даже рукоплескал насколько возможно с его сухой одной рукой рукоплескать вообще однако когда в газетах узнали об этом Вильгельм прям тут же сказал что вы меня не так поняли совсем я не рукоплескал и он вынудил председателя общества востоковедов адмирала Гольмана опубликовать разоблачительное письмо Кайзера где Кайзер высказывал крайнюю забочность из-за того что выкладки Делича подрывают скрепы религиозного мировоззрения в чем никаких аргументов против текста Делича не приводилось но приводились упреки в том что он не признает божественность Иисуса Христа и поэтому у него в результате выходит что и Ветхий Завет не задержит пророчества об Иисусе а Делич слишком политически увлекся вопросом об откровении и в большей или меньшей степени отрицал его это тяжелая ошибка вот ну а Делич вынужден был поумерить свои научные порывы это еще один пример о том насколько религия церковь является союзником подлинной науки кстати говоря Делич конечно в многом заблуждался потому что он проповедовал однозначно упаднические и я бы сказал идеалистические тезисы пан-вавилонизма говорят что все это на самом деле происходит только из Вавилона имея ввиду Библию ее главный источник иностранный вавилонский совершенно отрицая что вообще религия не может быть насажена извне она обязательно должна иметь материальный базис который продуцирует собственно говоря религию или восприимчивость к конкретным формам религиозного культа который в самом деле может быть принесен но только на готовую почву вот тем более что археологические исследования однозначно показали что Ветхий Завет имеет перекличку не только с ассиро-авилонским корпусом источников но и со многими другими сказаниями древнего востока например с египетскими легендами кстати говоря с египетскими легендами имеет прямое соприкосновение и более поздняя легенда о воскрешен бога-человеке но об этом мы как-нибудь потом поговорим в Ветхом Завете мы знаем есть книга притчи Соломонова в 1923 году расшифровали древнеегипетскую книгу по учению МН МОП кстати говоря сразу повторюсь все эти огласовки египетские они чисто условны потому что в египетском языке в египетском письменности нет гласных это огласовка европейская условная для удобства чтения так вот по учению МН МОП и вот что мы там видим по учению склони свое ухо послушай что я скажу обрати свое сердце к пониманию их слов смотрим на притчи преклони ухо твое и слушай слова мудрых и сердце твое обрати к моему знанию по учению остерегайся грабить бедняка и проявляй силу против слабого притчи не будь грабителем бедного потому что он беден и не притесня несчастного у ворот подобных параллелей масса вы можете сами хотя говоря осуществить такую интеллектуальную игру и пытаться найти смысловые и текстуальные пересечения благо и то и другое можно посмотреть на человеческом а не египетском языке и конечно по учению МН МОП гораздо старше чем притчи Соломоны даже если принять их традиционную церковную датировку расшифровка письменности древних хетов это малазийский народ народ Малой Азии однозначно говорит что и хетские мотивы сыграли в становлении Ветхого Завета например хетский кодекс законов который происходит из 14-13 веков до нашей эры опубликовали его в 1922 году это прямые параллели с законами которые мы можем видеть в книге пяти книжей или шести книжей если верить Вильгаузену Словом таких параллелей которые происходят из самых разных источников в других народах очень много просто невероятно много в заключении нужно сказать о переводах Библии потому что мы знаем что поднимем септуагинты из которой потом родились переводы которые являются классическим библейским корпусом христианства в том числе и нашего синодального перевода есть соседствует иудейский канон так называемая масоретская Библия масоретские тексты то есть это те тексты которые уже в эпоху средних веков свели вместе масореты то есть хранители традиции иудейские раввины сказалось бы это вроде бы про одно и то же то есть Ветский Завет у нас и у иудеев одинаковый но количество расхождений которые имеются между масоретским корпусом и сектуагинт и просто поражает потому что вот классический пример это пророчество изекиля о городе Тир слово о Тире в масоретской Библии сказано так если перевести на русский плачьте корабли терошийские ибо он разрушен нет ни домов ни ворот сектуагинта плачьте корабли карфагенские ибо погиб он и никто не придет более страны китиев он уведен пленный молчите жители острова купцы седонские мореходы наполняли тебя и поводом великим семена шехора жатва Тира доставалась к нему и там торговали народы как убранная жатва таковы торговцы это масоретский текст это сектуагинта как убранная жатва таковы торговцы народов устыдись седон говорит море а мощь моря говорит не мучилась я не рождала я не воспитывала юноши не взращивала девиц то есть мы вот видим да что вроде бы об одном и том же но тексты совершенно разные это говорит о том что Библия это колоссальный корпус древних саг который писался на протяжении очень многих лет вбирая в себя массу как письменных так возможно и из устных источников не только из собственно еврейской древности но и из окружающих народов и конечно как любое былинное наследие оно именно былинное он эволюционировал и вот результатами этой эволюции мы можем пользоваться теперь потому что теперь вроде бы оно выглядит как нечто застывшее но даже два застывших артефакта то есть иудейский канон и христианский канон это не одно и то же то есть даже на этом уровне Библия это разное поэтому давайте говорить откровенно если Библия это Боговдохновенный текст нужно понимать что Бог вдохновлял его на протяжении четырех тысяч лет безостановочно причем евреев и христиан по-разному хотя хотя вроде бы Бог у нас у всех один об этом я больше говорить не буду потому что прямо скажем в 21 веке об этом даже странно в дальнейшем мы будем только рассматривать собственно Библию на этом разрешите откланяться историография библейской критики это вообще отдельный очень сильно мною любимый но слишком длинный детектив который в один ролик не уместить некие опорные ссылки мы прикрепим под нашим видео если вам будет интересно вы по этим ссылкам сможете проследовать и открыть перед собой на самом деле целый мир потому что Библия это в самом деле ворота в огромный очень интересный и увлекательный мир только не тот о котором вам рассказывают церкви а вполне материальный мир древнего востока на сегодня все всем пока